здравствуйте ребята тема сегодняшнего урока центральный тяншань физическая география кыргызстана 8 класс сегодня на уроке мы познакомимся природными компонентами данной провинции цель выделить основные характеристики природно-территорального комплекса центрального тяншаня и взаимосвязи между природными объектами и факторами окружающей среды развивает умение работы с географическими картами источниками географической информации центральный тяншань занимает самые высокие горные хребты и межгорные долины на востоке кыргызстана площадь провинции составляет 12 900 квадратных километров его рубежами на севере является грибин восточной части хребта тэрскея лото на востоке меридинальный хребет на юге как шал то на западе водораздел акширакского горного узла протяженность региона от водораздела реки акширак до меридинального хребта около 200 километров ширина от гребня тэрскея лото до гребня как шал то составляет 70 километров территория центрального тяншаня совпадает с бассейном реки сарджас 9 километров западнее меридинального хребта вершина хантыгре высотой 6 945 метров самая высшая точка провинции пик победы метров и на этой же территории находится несколько вершин высотой 6000 метров над уровнем моря самая узкая и высокая часть районов пиков победы и хантыгре здесь и направление высота меридинального хребта отличается от остальной части тяншаня меридинальный хребет имеет длину 32 километров среднюю высоту 6417 метров западные склоны его полностью покрыты ледниками и снегами начинается здесь самые крупные ледники кыргызстана северный и южный ингельчак от меридинального хребта на запад простирается крупные орографические единицы тяншанской горной системы это боскр сарджас хребет как шал то и тенир то хрипты тирске алато ингельчак то каинды майбаш и чат образует основу хантыгрского горного массива река сарджас рассекая протягивающиеся с востока на запад горные хребты течет с севера на юг и образует глубокие ущелья запад от реки сарджас продолжение горных хребтов кулю тиректы и ч коль который упирается в акширакский горный узел сарджасская долина занимает высоко приподнятую с инклинальную к мульду расположенные между хребтами терской алатой и хребтом сарджас ее длина составляет 80-85 километров ширина около 25 километров днище долины занята моренными холмами которые постепенно переходят склажинные невысокие склоны на этой территории сохранились остатки древнего рельефа следующая долина ингельчекская это глубокая впадина который располагается между хребтами сарджас и ингельчек то ее верхнюю часть занимает огромный ледник южный ингельчек основные особенности долины это относительная глубина и формы долины геологическое развитие провинции формирование основных тектонических структур центрального тяншаня велика роль каледонского и герцинского орогенических движений но современный облик рельефа создавался в результате постепенного горообразовательного или альпийского орогенического движения сформировавшие современный облик горных хребтов тектонические движения продолжались в четвертичное время все более усиливающимся циклами каждый из которых сопровождался к новым олегнениям климат центрального тяншаня континентальный зимний период с устойчивым господством азиатского антициклона преобладает ясная морозная погода с малым количеством осадков продолжительность солнечного сияния составляет 2600 часов распределение осадков зависит от высоты экспозиции орографической замкнутости в целом количество осадков увеличивается в направлении запада на восток и каждая более южная долина оказывается засушливее количество осадков выпадает верховьях ледника и нельчек до 1000 миллиметров в акширакс к долине 180 миллиметров в долине кулю 300 миллиметров на поверхности ледника семёнова 700 800 миллиметров ледники центрального тяншаня центральный тяншань самый оледнилый регион общей площадь ледников в центральном тяншане составляет 1580 квадратных километров ледниковые районы массив хантейн ри акширакской горный узел склон как шал то и другие хребты близи пиков хантейн ри и победы расположен самый крупный в карагастане ледник южный и нельчек его длина составляет 58,9 километров общая площадь 613 квадратных километров кроме него крупные ледники северные нельчек каинды семёнова мушкетова койкап и другие ледники внутренние воды центрального тяншаня ходят систему реки сараджас по водности сараджас занимает второе место в кыргызстане после нарына река сараджас начинается с ледника семёнова и пересекая хребет как шал то уходит за пределы республики от истока до границы и и протяженность равна 197 километров а общая длина 282 километров крупные притоки слева и нельчек каинды койкап джамансу джаноджер справа колю теректы учколь акширак питается эти реки в основном талыми водами ледников и снегами половодия наблюдается в середине июня до конца августа самое малое количество воды наблюдается в феврале озера центрального тяншаня бассейн реки сараджас имеется около 70 озер самое крупное среди них озеро мирсбахера она расположена в конце ледника северный ингельчик долине которые подпружена языком ледника южный ингельчик площадь озера более четыре квадратных километров длина 4 километров глубина около 70 метров поверхность озера лежит на высоте 3304 метров на поверхность озера даже в разгар лета плавает осколки льда сам в саду октября когда озерная чаша заполняется водой в течение 5-7 дней вода уходит из озера через трещины в леднике южный ингельчик и озеро исчезает почвы растительной центральном тяншане располагается в соответствии с высотно поясной закономерностью распространены типы горно пустынных темно коричневых почв луговых степей и лесов и альпийские горно луговые почвы расположение ландшафтов прослеживается высотная поясность снизу вверх последовательность меняется ландшафтные пояса пустынь сухих степей леса луговых степей субальпийской альпийской тундры гляциально невальной зоны животные провинции архар медведь волки снежный барс и другие обитатели ребята сегодня мы с вами познакомились с природными объектами центрального тяншане а теперь мы переходим домашнему заданию первое задание охарактеризуйте по плану рельеф горные хребты центрального тяншане первое название хребтов арогеническое движение эры и периоды эпохи самая большая высота средняя высота и длина хребтов следующее задание заполняя таблицу запоминаем основные физические данные центрального тяншане 1 площадь провинции 2 рубежи центрального тяншане дальше протяженность запада на восток и севера на юг далее следующее задание определите притоки относящих систему реки сараджас и установите соответствие здесь написано все реки вы должны их разделить на правый и левый приток следующее задание какие из перечисленных животных являются представителями леса лугово-степной субальпийской альпийской и гляциально невальной зоны ответ запишите видео последовательности снизу вверх смены ландшафтов это задание у вас связано с ландшафтами по высоте домашнее задание параграф 10.4 прочитать нанести на контурную карту горные хребты долины и реки провинции заполнить таблицы спасибо за внимание до свидания субтитры